всем огромный при огромный привет спасибо что заглянули на мой канал и как всегда огромная благодарность каждому кто смотрит меня комментирует также спасибо огромное за ваши лайки и подписку ребят ну что посмотрела я последнюю серию на канале доброе дело прокопьевскую санта-барбару и сегодня показывали сергея и как обычно сегодня работали почтальоны и эта серия была снята в среду тогда когда был стрим они наверное тогда пытались максимум снять видеороликов но чтобы хватило до возвращения наверное димы потому что дима куда-то поехал на отдых со своей девушкой в общем да там был огромный набитый прям не огромные а набиты прям багажник посылками и это были посылки также от женщины из-за границы да такая женщина существует и я уже как-то рассказывала в одном из своих видеороликов что ей удобно просто заказывать сазона именно то что она хочет а не просить мальчиков купить и да здесь она прислала тоже и краску и в общем-то корм котику я очень люблю все время наблюдать за котиком потому что он действительно очень красивый у него красивый окрас ну понятно же что я кошатница поэтому я люблю наблюдать вообще за всеми котиками и даже наверное если бы у него был и окрас не особо красивый и не особо красивые глаза все равно бы наверное любила смотреть на него да в общем то там разбирали пол видео посылки видео растянули на 28 минут чтобы наверное по максимуму впихнуть туда рекламы в посылках были и картины которые в общем то уже специально были надуманы для какого-то интерьера в доме хотя до интерьера то моя я и сколько там все рассыпается все крошится и если честно каждый раз когда они снимают у сергея дома то на все это вот просто страшно глянуть ну и да там какие-то еще были печенюшки потом чё там было про краску да я уже вроде сказала про краску кошачий корм огромная упаковка и причем я думаю что корм это качественный и киса наконец поезд нормально хотя он не выглядит худым его сергей кормит и заботится о нем и также пришла посылка от валентины женщина которая раньше помните отправляла два мешка вещей и сейчас она тоже отправила посылку и наконец-то письмо в котором написала свой адрес и опять же она присылала через мальчиков и даже она что-то прислала мальчикам то что они там по моему тоже забрали это же письмо было им но вот знаете что меня выводит прямо напрягает почему они читают это письмо которое адресовано сергею зачем его читать зрителям ну дайте бы сергею его он сам его прочитает ну я понимаю что там было очень главное и наверное мальчики об этом знали поэтому решили прочитать это все для зрителей что сергею нужно заняться зрением и чтобы подписчики помогли сейчас ставят новые хрусталики я хочу сказать что до хрусталики ставят но явно у сергея не проблемы с хрусталиками это явно потому что проблема у него с детства а хрусталики меняют это уже знаете идет катаракта это более такое возрастное а вот у него еще с детства и он это говорил что он все детство по больницам то ему заклеивали глаз то отклеивали ему глаз поэтому мне кажется тут с грусталиком не связано ну конечно хорошо было бы я прямо руками и ногами за то чтобы ему проверили зрение и делали это не за счет подписчиков а чтоб сами мальчики постарались вот хватит уже просто знаете снимать видео и своих героев и доход себе в карман наложить уже как-то немножко хотя бы надо делиться и с подопечными если сергея снимает он стал их героем хоть я говорила что я не вижу в нем героя а жертву который тех которая терпела бабу галю столько времени и все же почему только подписчики вот сами бы обследование оплатили я не думаю что это было бы очень дорого оплатили бы обследование полное и уже были знали конкретно что к чему дальше да в посылке тоже там было для кота тоже влажный корм также были витаминки витаминки ну которые я как бы знаю я похоже давала рыжульки своей да ну андрей прямо меня убил на повал что вот можно даже и человеку куда-нибудь бросить там она растворится и нормально там же водоросли полезно ох андрей уже знаете из крайности в крайности бросается я понимаю что возможно эта шутка но эта шутка выглядит ну так нелепо ну как по мне ну просто какой-то не знаю дальше что мы узнаем мы узнаем о том что и на оказывается в больнице и у нее ковид потому что вот все говорили что андрей пошутил что он хочет посватать сергею и ну ну ничего не пошутил посмотрите как он настойчиво об этом говорил на стриме и сразу же после стрима это получается съемки он приехал к сергею и об этом сергею твердит понятно что сергей все это принял в шутку но со стороны андрея это уже давно не шутка он также заходит в дом и говорит вот иночка тут бы навела бы марафет и все прямо бы сделала прям ваша иночка бы все сделала иночка бы как бы хоть не подсадила сергея на стакан они все сделала и слушайте вот хорошо что и на все-таки легла в больницу потому что видите она лежит в ковидном отделении и значится у нее что-то связано с пневмонией они сказали что подозрение и просили снять инну но понятное дело что снимать они и точно там не будут проведать тоже не будут раз это ковидное отделение то туда нельзя слава богу что она в больнице слава богу что она на лечении и мне хочется надеяться что это мальчики и отправили хотя возможно она и сама чувствовала себя совсем плохо и возможно что ее забрала скорая и вот я не знаю мальчики да вы говорите не оле не говори мальчики но это мальчики ладно мальчики в кавычках мальчики вот какие то вот не бояться ничего слушайте приехали снимали и ну и накашляет стоит рядом с ними и они никогда не боятся в мире столько всякой гадости тем более вот этот ковид сейчас это очень страшно очень опасно никогда не знаешь как можно им переболеть сложной форме или легкой форме и то и другое дает отпечаток на здоровье и они ничего не боятся странные они какие-то и сколько вот и зрители писали что и не надо в больницу но видите хоть я говорила что возможно у иной похмелье но знаете потому что если и на пьет и они сами об этом говорят и постоянно ее пьяной снимают то простите что можно думать что у иной действительно может быть и похмелье и могло быть похмелье и на фоне заболевания этого сложное могло быть похмелье я не верю что и на может не пить по три там по четыре дня нет но может день максимум два у нее передышка но мне кажется что употребляет алкоголь она довольно часто ну что еще интересного вроде больше такого интересного ничего ничего просто что вы знаете видеоролик снят был некачественно да мне тоже говорят оля смотри что ты снимаешь но я снимаю на телефон не всегда у меня позволяет снимать освещение у меня нет профкамеры ну в общем я и не плачу ну как есть так есть что я должна плакать будет камера буду снимать на камеру что здесь такого ничего здесь такого нету но просто чувствуется отсутствие димы потому что съемка какая-то было вообще непонятно и игорь снимал что-то вообще то по пол головы и небо и не было даже видно этих распаковок посылок в общем и да кто-то говорил что там вот сергей прямо неблагодарный он от души поблагодарил валентину просто вот напряг когда он открывал вот этой вот эти вот посылки тот момент когда он стоял он так вздохнул а вздохнул не от того что вот ему присылают нет а вздохнул он от того что вот это вот они снимают и вот это вот в общем съемки эти мне кажется вот это вот камера ему конкретно в напряг А так, Валентине, огромное спасибо, что вот она помогает Конечно, хотелось бы, чтобы Сергей ей написал И они общались, и помощь шла напрямую А не через почтальонов Ну, хорошо, хоть они сами себя теперь уже почтальонами называют В общем, как-то так, мои хорошие Вот такой вот небольшой обзор их очень-очень длинного ролика Могла что-то упустить, поэтому если я что-то упустила Вы мне говорите И да, сегодня они какие-то мальчики были странные Они что-то пытались кривляться, выпендриваться А что говорить вообще-то, они всегда какие-то странные И нелепые у них слова, и что-то как-то короче В общем, мои хорошие, буду заканчивать Не забываем ставить лайк, пишем комментарии И высказываем свое мнение И всем самого лучшего настроения Всем добра, позитива, улыбок Ну и главное, главное, это здоровье Берегите себя и своих близких Виртуальные обнимашки Всем пока, мои хорошие